На очередном заседании Законодательного собрания Кировской области был единогласно принят закон о социальной защите инвалидов. По настоянию экспертов Общероссийского народного фронта, в закон были внесены важные поправки, дающие работодателям право выполнять квоту для трудоустройства инвалидов альтернативными вариантами. Подробнее Михаил Конышев. Зачастую работодатели не имеют возможности создать на своих предприятиях необходимые условия труда для приема на работу людей с инвалидностью. Ведь на организацию рабочих мест требуются большие средства. Кроме того, у инвалидов имеются индивидуальные программы реабилитации, где прописаны трудовые рекомендации. Элла Чурина инвалид первой группы с высшим юридическим образованием. Хотела бы реализовать свои знания, но как только работодатели узнают о первой группе инвалидности, то сразу отказывают в трудоустройстве. У меня практика хорошая была. Я работала и при соцзащите инвалидов, и в аппарате уполномоченного по правам человека. Но это были всего лишь практики во время моей учебы. Как только я заговаривала о дальнейшем трудоустройстве, все вдруг вспоминали, что у меня первая группа. И я якобы им не подхожу. Помочь решить данную проблему может механизм аренды рабочих мест. И такая практика была. Так, в 2005 году правительством Кировской области было принято постановление, согласно которому работодатели могли в счет установленных квот трудоустраивать инвалидов путем аренды для них рабочих мест у других работодателей. В базовой редакции закона, которая была внесена, мы вдруг увидели, что инвалидов можно трудоустроить только безальтернативно, грубо говоря. Только на предприятии, где работодатель вынужден будет создавать специализированные рабочие места, организовать доступную среду. Это нагрузка и на предприятия, и, собственно говоря, опыт предыдущий показал, что мало кто из инвалидов этой практики пользуется. После внесенных поправок в закон работодатели могут заключать договоры гражданско-правового характера с организациями инвалидов, направлять реальные средства на закупку услуг и засчитывать это в счет исполнения квоты. Я встречался еще с представителями организации инвалидов, и они все как один сказали, что они в этом механизме заинтересованы. Им это очень важно и нужно. Даже были организации, которые, скажем так, у них были сомнения, но в ходе работы с текстом эти сомнения были сняты. Это будет дополнительным стимулом для обществ инвалидов создавать новое производство, новое направление услуг, создаст финансовый поток для решения проблем инвалидов. Михаил Конышев, Андрей Новиков, Вести, Кировская область.